Ван Гог, Рамбран и Пикассо. Картины даже Рафаэля. Мадонны, дивное лицо, вмещала эта галерея. Хозяева, отец и сын, так часто восхищались ею. Коллекцию таких картин никто на свете не имеет. Но в ту страну пришла война, и сын отправился на службу. Ее навеки забрала, и он погиб, спасая дружбу. Он друга спас из-под огня, но догнала шальная пуля. В тот миг, не пожалев себя, погиб, спасая и рискуя. Когда отец о том узнал, глубокой скорби он предался. Пропало все, о чем мечтал, все то, чем жил и в чем нуждался. Немного времени прошло, отец смирился за смертью сына. Однажды вечером в окно военный постучал мужчина. Сказал отцу, что он солдат, и жизнью он обязан сыну. Пришел сейчас, чтобы отдать, вернее, подарить картину. Из сумки полотно достал, и бережно его расправил. Старик на нем глаза узнал, и его сынок смотрел с печалью. Да, это был простой портрет, но для отца он всех дороже. На нем ведь сыну двадцать лет, и нет его, и быть не может. Потом, когда гостям показывал свои картины, Сначала подводил их сам к портрету сына над камином. Еще немного лет прошло, он умер, горем тем отравлен. Тогда известно стало то, что большой аукцион объявлен. На торг пришло много людей, хотя бы посмотреть картины. На рассмотрение богачей представлен первый портрет сына. Удар раздался молотка, и голос аукциониста. Предложит кто-то цену, а сто долларов, а может триста. Но тишина была в ответ. Лишь кто-то крикнул на полсилы. За сына предложений нет, давай другие нам картины. Но тот все время продолжал. Кто возьмет сына, сын, берите. Но сына так никто не брал. Лишь злые крики, уберите. Но в заднем, наконец, ряду отца садовник отозвался. За десять долларов возьму, ведь больше нет. Он им признался. Прекрасно, десять, кто еще? Хоть кто-то двадцать предложите. Да неужели это все? В ответ лишь крики. Уберите. Один, два, три. Раздалось вдруг. Все продано. Слова звучали. И молотка, негромкий стук, упрямо по столу ударил. Коллекции переходи. Все радостно вдруг. Зашумели. Садовник. Сына забери. С насмешкой на него глядели. Но тут вдруг аукционист взял молоток, вернул на полку, потом достал какой-то лист, сказал слова всех, сбившись с толку. Прошу прощения, господа. Но аукцион уже окончен. Вот завещание отца. Все, слушая, сидели молча. Когда сюда был приглашен, одно условие мне дали. На этот вот аукцион портрет лишь сына выставляли. Сказать хочу еще одно, что тот, кто купит ту картину, получит вмиг имение все. Получит все, принявший сына. Так своего сына сам Господь отдал на смерти, нас спасая, чтоб каждый верующий мог спастись, Иисуса принимая. Дает нам Бог давно совет. Примите сына, сын, берите. Но мы твердим упрямо, нет. Но мы твердим, нет, уберите. Прими Иисуса навсегда, как тот садовник, ту картину. Ведь Бог нам обещал всегда, получит все, принявший сына. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok